Уважаемая Валентина Ивановна, в части добычи полезных ископаемых, а также пользуясь присутствием на нашем заседании Алексея Валерьевича Сазанова, считаю важным сказать про добычу стратегически важных металлов для страны Вольфрама и Малибдена. Это не совсем в рамках рассматриваю вопроса, и я с этой темой уже выступал в Январе, но вопрос действительно крайне-крайне важный, и он до настоящего времени так и не решен. Вольфрам и Малибден являются незаменимыми компонентами оборонно-промышленного комплекса, нефтяной и других отраслей. Также для производства труб. Добыча Малибдена в настоящее время ведется только на одном предприятии в стране. Это Сорский горно-обогатительный комбинат, который находится в республике Хакасия. Длительное время цены на Малибден были очень низкими, и выручка не покрывала затраты на его производство. Кроме того, увеличение налога на добычу полезных ископаемых в 2021 году увеличило финансовое давление на предприятия. Накоплены огромные долги. ГОК фактически находится на грани банкротства. Потребность в Малибдене выросла. При этом мощность предприятия около 200 тонн фермы Малибдена в месяц, а заявок сегодня уже больше 400 тонн Малибдена в месяц. И в связи с санкциями нам взять его просто больше уже негде. Считаю своим долгом обострить эту проблему, потому что предложенный Министерством финансов вариант проблемы не решает. Нашим комитетом были направлены рекомендации Министерства финансов Российской Федерации с предложением по поддержке вольфрама Малибдена предприятий. Есть поручение Михаилу Владимировичу Мишусти на 22 марта, пункт 7.2.10, разработать федеральный закон по снижению ставки НДПИ для Малибдена с 28% до 8%, снижением коэффициента с 3,5% до 1% и временному обнулению ставки в качестве меры поддержки до 1 января 2025 года. Ну вот теперь самое важное. Меры, предложенные Минфином России в ответ на это поручение, заключаются в предоставлении налогового вычета предприятию на горно-транспортное оборудование при сохранении ставки НДПИ в том же 28% размере. Но эти меры недостаточны. И более того, насколько явняется информация, предприятие это соглашение подписывать не будет. И просто продолжит, не знаю, эволюционно снижать объемы и умирать. Прошу, уважаемый Алексей Валерьевич, в сознании услышать боль городообразующего предприятия и в целом отрасли. И принять решение, которое позволило бы Сорскому ГОКу продолжить работу по добыче Малибдена, увеличить мощности и обеспечить стратегическую безопасность нашей страны. Еще раз напомню, Малибден это броня, это ракеты, это газовая и нефтяная отрасли. Еще раз хочу напомнить это. Спасибо, Александр Аркадьевич Жуков. Тема эта, конечно, не относится к рассматривому закону. Я понимаю, что вы воспользовались и, наверное, правильно сделали ситуацию присутствием замминистра финансов. Полагаю, что вопрос поднят правильно. Давайте, коллеги, поручим Комитету по бюджету и финансов Артамонову Анатольевичу вместе с Министерством финансов тщательно рассмотреть этот вопрос, отработать и до конца весенней сессии проинформировать о принятых мерах. Алексей Валерьевич, отнеситесь к этому неформально. Действительно, в наших условиях, в которых мы находимся, нужно спасать каждое направление важное. Тем более, что для Хакасии это тоже такое ключевое предприятие для экономики Хакасии.